Лебеди – прекрасные и нежные птицы, которые вдохновляют художников и поэтов. Если вы живете в Минске, мы подскажем, где можно увидеть белоснежных пернатых. Всего в столице живут 10 пар лебедей-шипунов. Они обитают на водохранилищах Дроздычи, Жовская, Лошадская в биологическом заказнике Лебяжей. На последнем мы как раз и находимся. Нам удалось запечатлеть уникальный кадр, как гнездится самка. Рядом со своей возлюбленной всегда плавает спутник жизни. Он охраняет ее, а если надо, может подменить подругу и в течение какого-то времени высиживать яйца. У лебедей, конечно, может быть сильно различаться число птенцов год из года в год. Но в среднем это около пяти птенцов на одну активную пару. Лебединная верность воспета во многих песнях и стихах. Считается, что птицы с грациозно изогнутой шеей любят друг друга всю жизнь и никогда не ищут себе другого партнера. Зачастую так и есть. Но знаменитые лебединая верность отчасти всего лишь красивая легенда. Конечно, они держатся парами и, наверное, могут долгую часть своей жизни гнездиться и быть вот в этой паре. Но если так случается, что один из партнеров погибает по какой-то причине, то все-таки вторая птица находит себе и другую. Как бы то ни было, неразлучные лебеди – это символ любви. Недаром на свадьбах так популярны украшения в виде фигурок этих грациозных птиц. Если вы еще не встретили свою половинку, не расстраивайтесь. Возможно, однажды вы увидите летящего лебедя. В этот момент произнесите «Быть мне с пары!» И по народным поверьям, любимый человек обязательно появится в вашей жизни. Лебедь-шипун в Беларуси – это самая тяжелая летающая птица. В мире тоже она входит, наверное, в десятку самых крупных летающих птиц. У нее она строит по диаметру гнезда, самые крупные тоже среди белорусских птиц гнезда. И самые крупные по размерам яйца тоже. В ботаническом саду на озере тоже обитают лебеди. На зиму они не улетают в теплые края, в отличие от многих своих собратьев. Холода – это неразлучная парочка, пересиживает в бассейне, который оборудован специально для них в одном из хозяйственных помещений. У многих посетителей ботанического сада возникает желание подкормить прекрасных пернатых, но делать это нежелательно. Достаточно уже корма в природных водоемах, уже появились и зеленые части растений, и фитопланктон, зоопланктон. Они могут себе находить очень много корма, и подкормки действительно они не нуждаются. Если вы все-таки не можете сдержать свой порыв и хотите подкормить лебедей, не используйте для этого батон, печенье, чипсы. Лучше насыпать птицам проросшие злаки, овес, ячмень, пшеницу или овсяные хлопья. И тогда самые большие летающие пернатые Беларуси будут вам благодарны. Места, где в Минске обитают красивые и грациозные лебеди, искали Диана Галих, Андрей Кульгавый. Утро. Студия. Хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok